О том, как важно подростку иметь перед глазами правильный пример отношения к жизни, заслуженный мастер спорта России подзюдор Ренат Саидов знает по собственному опыту. Когда в детстве к ним в зал заходил какой-нибудь большой чемпион и давал мальчишкам советы, все его внимательно слушали. Теперь Ренат, сам многократный победитель этапов Кубка мира, призер чемпионатов мира и Европы и действующий тренер, с большим удовольствием делится своими советами с детьми. Обязательно такие встречи нужны, это большая мотивация, это наши дети. Разницы нету для нас дзюдоист, боксер, вольник или легкая атлетика. Самое главное, чтобы все дети были в спортзалах. Поделился со школьниками своим опытом и трудностями, с которыми он столкнулся на пути к успеху, еще один великий спортсмен, пятикратный чемпион мира и двукратный чемпион Европы по борьбе на поясах Ренат Акбаев. Такие встречи всегда интересны. От тебя молодежь что-то узнает, ты от молодежи что-то узнаешь. Сегодня со мной вместе были мои коллеги, которых очень приятно самому слушать. Очень много полезного взял и для себя. Я надеюсь, что молодежь тоже от нас много полезного услышала. Такие мероприятия, я считаю, что они просто необходимы. С большим вниманием школьники слушали еще одного приглашенного эксперта, звезду отечественного бокса, двукратного чемпиона России, обладателя Кубка мира и призера Олимпийских игр Мурата Храчева. К слову, сам чемпион также считает такие встречи очень полезными и для себя. Лично для себя, конечно, я всегда пользу получаю от подобного рода мероприятий, потому что я расту как специалист, расту как функционер спортивный. Ну и, конечно же, просто от общения с молодежью я заряжаюсь. Я понимаю, что то, что мы делаем, это нужно, это важно, это приносит свои результаты. Помимо выдающихся спортсменов, перед школьниками выступил замминистра физической культуры и спорта Карачаева-Черкесии Андрей Петренко. Он рассказал о государственной политике в сфере спорта, о возможностях, которые страна предоставляет для здорового образа жизни. Сегодня на мероприятии порядка 300 человек приняли участие в нашей, так сказать, посиделке небольшой. Мы хотели объяснить молодым ребятам, что государство открыто и принципы и стандарты клиентно-центричности, которые продвигаются сейчас государством, они доступны, что все готовы выслушать даже их какие-то маломальские проекты, идеи. Они могут притвориться в жизни и их можно реализовать. Самое главное, что школьникам действительно было интересно слушать спикеров. Плюс формат встречи позволял подросткам самим задавать экспертам любые вопросы. Ирина Гасанова, хоть больше и любит танцы, чем спорт, все равно осталась довольна этой встречей и говорит, очень полезна для развития. Я видела этих спортсменов по телевизору. Встреча прошла очень хорошо. Эти спортсмены оказались в жизни очень простыми и хорошими людьми. Они с радостью отвечали на все вопросы, которые им задавали. Я им задала вопрос, как они пришли в спорт. Их ответ очень меня замотивировал. Встреча прошла очень хорошо. Эта встреча стала частью масштабного просветительского проекта, инициированного Российским обществом знаний и Министерством спорта Российской Федерации. Главная цель – не только повысить уровень знаний о спортивных достижениях нашей страны, но и вдохновить молодых людей на новые спортивные подвиги. Проект был реализован именно для популяризации спорта в нашей стране. И такие именитые гости, как сегодня в нашем мероприятии, только вдохновляют молодежь на занятия спортом. Сам глава нашего государства Владимир Владимирович Путин является мастером спорта Советского Союза по дзюдо, также мастером спорта Советского Союза по самбо. Глава республики уделяет очень много внимания, строятся объекты спортивные. Сегодня наш проект реализован вместе с Минспортом Российской Федерации, только для того, чтобы у людей было желание, молодого поколения было желание заниматься спортом и быть здоровым человеком. Встреча продлилась больше часа, за которой эксперты не только рассказали о своем пути к успеху, но и ответили на вопросы школьников, самые активные из которых, к слову, получили приятные подарки от общества знания. Арнастчуков Далиль Мирза, Архиз, 24